коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем такие ситуации которые случаются нередко инструмент проходит существенное расстояние а после этого не происходит какого-то столь же существенного отката например мы можем расценивать это как та сила которая приводит инструмент какой-то ключевой точки остается в рынке не происходит каких-то крупных фиксаций и если инструмент встает в какое-то узкое накопление либо про торговочку возможно с поджатием мы будем ожидать импульсного движения дальнейшего при выходе в пробойную плоскость разберем ситуацию монетка айди 9 июня попала на домашку 9 июня вообще было много аналогичных ситуаций с последующим проливом альткоинов да там биток немножко сходил ситуация такая что инструмент вот мы стояли накопление так уже прошли очень много после хая пришли там куда-то день когда залистили данный фьючерс по монетке постояли постояли и свалились дальше а после этого не идем не на ретест не идем обратно в предпробойную плоскость а нас начинают обратно дальше топить и поджимать дальше вниз и в дальнейшем то есть вот после этого падения инструмент не откатывая здесь формировался какой-то первичный откат затем мы вернулись к уровню и после этого подхода к уровню нас уже не пускают то есть если мы рассматриваем падение и откат как ситуацию с возможной с возможным формированием какого-то последующего накопления то мы ждем что инструмент будет ходить от границы до границы но если инструмент после подхода к одной из границ не идет к противоположной а начинают давить инструмент дальше то это неплохие ситуации для захода в продолжение движения то есть если инструмент не откупают либо не продают после существенного роста то мы можем ожидать что последует дальнейшее движение будь то вниз либо наверх то есть зависимости до от инструмента то есть мы это расцениваем как наличие какой-то крупного участника либо совокупности крупных участников которые заинтересованы в том чтобы двигать инструмент дальше когда инструмент стоит перед этим еще и в накоплении перед дальнейшим походом то есть день падения хорошо когда мы там глубоко не откатив один день еще стоим над уровнем и следующим днем закрываемся близко близко то есть от либо на 4 либо на третий день при неглубоких откатах это самые понятные ситуации для дальнейшего участия в сделке то есть то что здесь остановили это видят все и при последующем подходе здесь начинают покупать в надежде что уровень устоит и пойдет какое-то движение в противоход но этого не происходит значит что за уровнем располагается некий объем стоп лоссов стоп лоссы это обратные сделки по покупке то есть это рыночные продажи при сваливании цены в пробойную плоскость мы будем ожидать импульсного движения что собственно и происходит разберем сейчас еще несколько ситуаций то есть этот пример с криптовалюты абсолютно аналогичные ситуации можно рассмотреть иену когда был существенный рост то есть иена там очень долгое время стояла в неком диапазоне после этого получается такое обесценивание и надо то есть здесь котировка обратно это иены за доллар то есть лонговые сделки это сделки в пользу доллара и обесценивание иены видим ситуации когда иена подходя к каким-то ключевым точкам останавливается здесь там были первые интервенции но после этого инструмент опять идет к уровню то есть здесь все как бы ну ожидали до дальнейшего движения и происходит то есть но в данном случае пошли спокойно без каких-то резких импульсов но опять таки там со 145 сходили еще до 151 а это 600 пунктов неплохое движение для иены особенно с тем условием что в этом восходящем движении уже волатильности по сути дела не было сейчас аналогичная ситуация то есть политика центробанка японии нацелена на то чтобы иена оставалась дешевый не хотят поднимать ставку ключевую а это значит что иена будет обесцениваться если в совокупности сюда еще добавить возможное скорее всего повышение ставки по американскому доллару то не исключено что мы иену в этом году увидим еще раз где-нибудь там в районе 145 но уже почти подошли и туда куда-нибудь в сторону 150 и вот как целевые значения отметил вот эти границы откатов которые мы скажем так не посетили куда еще можно попробовать подержать первые входы можно было рассматривать там от 138 на домашке тоже все как бы было здесь еще и закрытия были под самый хай и последующие дальнейшее движение ну и как вишенка на торте лира которая тоже долгое время скажем так не обесценивалась такими темпами как это происходит сейчас если там посмотреть период с 15 по 17 год то здесь ну как бы в два раза но не такими темпами опять резкий рост курса после отката и последующего подхода к экстрему то есть если мы рассматриваем вот этот экстремум как ключевую точку мы подходим и не откатываем даже после ложного пробоя мы не идем никуда вниз инструмент опять начинают очень узко стоять копить выход наверх и дальнейшее движение там с ретестами дальше все то же самое то есть отличность повторяется вылезли наверх поехали дальше опять остановка нет какого-то существенного отката инструмент тащит дальше и все повторяется 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 то есть вот таких картиночек прямо красивых когда есть четко видны и до лимитный какой-то участник который удерживает то есть максимальные значения здесь укладываются в пределы лифта после накопления опять выход и невозможность откатываться инструмент идет дальше опять остановка опять накопление дальнейшее движение здесь конечно так в пилой так постояли но день ото дня х и обновляем 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 и после выборов полетели дальше что происходит здесь мы прошли и так существенно да то есть здесь порядка 20 процентов вот этот последний импульс и после этого опять встаем накопление инструмент не откатывает и происходит опять дальнейший импульс сейчас то же самое происходит то есть мы выросли остановились здесь правда с ложными пробоями то есть может быть повторение вот этого сценария до что пойдет дальше движение но мы опять останавливаемся попытка продажи до какой-то наценки иены выкупают и опять нас тащат к уровню можно предположить что я просто смотрю если в продолжение то всегда смотрю самый дальний хай если заходить именно в пробойные какие-то формации то вот выход выше там 2606 вероятно будет вызывать дальнейшее обесценивание иены и видим увидим возможно какие-то новые высоты то есть там никогда не были такие экстремальные значения ну они хоть и редко но случаются в таких ситуациях можно один глаз закрывать при рассмотрении входов на продолжение чтобы обязательно было то то есть если инструмент находится в какой-то экстремальной зоне особенно если мы там никогда не были будь то там обесценивающиеся акции которые убивают или вот какая ситуация с еды то есть если инструмент не откатывает и выше пустота то мы можем ожидать что будет дальнейшее движение в пробойную плоскость то есть если эти факторы все учитывать таких ситуаций их будет немного но они будут самые понятные то же самое как было криптовалюте просто но я не знаю любое абсолютно можно взять монетку 9 число падения просто ну как рандомно там квадратные не квадратные монетки 9 число то же самое то есть вот вот эти вот ситуации они все шаблонные и при наличии понятных каких-то точек входа когда мы можем поставить понятный стоп это все будет работать абсолютно одинаково то есть упали попытка ухода наверх опять поджимают к уровню и резкое сваливание дальнейшее еще даже больше чем было вот это вот первое падение здесь вот то же самое мы постояли упали покопили упали дальше вот такой день когда мы издалека летим здесь точки входа не будет на пробой там может быть что-то при закреплении но когда инструмент закрывается близко к уровню это самые понятные точки для входа в продолжение движения так и еще такой момент хотел как это годный лайфхак донести ребятам которые только-только начинают торговать возможно формируется какая-то своя торговая стратегия в то время в тот период когда вы скажем набиваете статистику и по правильному да не лезть большим объемом для того чтобы помочь набить первичный депозит у компании герчик н.к. есть партнерская программа если вы общаетесь с трейдерами вы можете рекомендовать им платформу если вас и устраивает да и если они будут торговать на ней то вы можете получать небольшой процент ну точнее как небольшой до 40 процентов от на торгового объема то есть компания делится с клиентами которые привлекают новых клиентов то есть для вас риски нулевые если ваши друзья знакомые торгуют прибыльно и им будет интересно торговать то есть от этой от объема проторгованного привлеченным участникам можно получить небольшую монетку и скопить таким образом первоначальный депозит так что под видео будет ссылочка можете в принципе переходить ознакомиться условия все прозрачные все без обмана можете использовать а на сегодня у меня все если будут какие-то вопросы оставляете под видео с радостью постараюсь ответить и да прибудет с вами тренд ставьте стопы и все получится пока пока а а а а Субтитры создавал DimaTorzok